здравствуйте давайте вспомним что мы с вами изучали прошлый раз так прошлый раз мы работали с темой методы влияния на будущее методы изменения в будущем прошлый раз мы открыли что есть некая фундаментальная сила судьбы которая поддерживает наши желания мы поняли вместе что мы не брошены в этом мире а есть вот это невидимое незримое руководство которое реагирует на наши желания и мы также приобретали опыт как как осознавать как выбирать может быть какие-то главные желания сегодня наша задача станет несколько иной дело в том что вот эта сила влияния на будущее с ней нужно работать очень осторожно потому что если скорость большая в автомобиле его может занести прошлый раз мы изучали очень могущественные методы чтобы нас не занесло сегодня мы будем обсуждать тему обратной связи от жизни обратная связь корректировка иначе говоря сегодня мы будем говорить о разных кармических проблемах разных ситуациях которые приходят нашу жизнь являются какими-то потерями болезнями врагами это все обратная связь которую мы получаем от жизни это все некая корректировка нашего пути сегодня будет даваться методика как понимать внутренний смысл этих событий иначе говоря как распознавать знаки судьбы и как стать учеником как учиться у всех этих событий учиться чему учиться тому как корректировать свою жизнь тема тренинга изменение кармических ситуаций у нас режим тренинга и нам чрезвычайно важно все время работать с нашим опытом не просто с информацией которая звучит отсюда может быть с тем опытом который мы получаем процессе процессе этих встреч и в процессе нашей жизни поэтому я хочу попросить вас рассказать как вы делали домашнее задание которое давалось на прошлой встрече какой опыт вы получили в чем он давайте немного соберем я пришла к выводу я заметила что как только начинаешь там входить в какой-то негатив сразу же вспоминаешь вот ту эмоцию который ты должен вспомнить и по первой это происходило как-то насильственно то есть ты себя прямо заставлял вспоминать то ощущение которое ты переживал а потом она становится все проще проще более естественно и всякий раз уже ну ближе к концу второго дня когда более-менее какой-то раздражитель извне приходил я уже пыталась раздражаться но вот эта эмоция она всплывала сама собой и с моей стороны было меньше раздражение меньше агрессии по отношению к окружающим по отношению к моим членам семьи и вследствие этого ну я стала более терпелива по отношению к другим я осознала что это такое его бог я в боге а бог во мне сначала я в боге я увидела как бог меня любит я раньше все всегда отрицала что он не может любить и увидела что он меня любит и я через его любовь бог во мне значит я отдаю свою любовь другим тоже раньше не могла никак понять держу шар золотой внутри а что с ним делать дальше не понимала даже чем изменилась ваша жизнь связи с этим а я иду на тренинг у меня посыпались так сказать подарки со всех сторон у меня появилась возможность быть на тренинг то есть деньги что ли посыпались так и говорите а то подарки у меня была ситуация у меня была даже проблема можно сказать из-за чего и даже можно сказать что к вам попало вопросу взаимоотношений личных у меня была большая обида которая копилась течение двух лет и вот я эту проблему прожила вот эти два дня и у меня ситуация изменилась абсолютно в обратную сторону и и отношение к этому человеку у меня изменились настолько что вот эгоизм весь мой он ушел и я даже готова просить у него упрощения а не ждать от него каких-то у меня была большая обида вот эта обида она абсолютно растворилась и мне стало очень легко чем я больше думал о том что там сила какая-то вот которая меня любит заботиться мне вообще была паника вот вопросов много с какой стати почему обо мне кто-то обо мне неужели кому-то интересна там вот море и бесплатно ну вот что-то в этом роде столько лет вот так одна сама там вот а тут на тебе так не бывает и тогда это вообще сказка получается и тогда получается что жизнь настолько перспективна если это правда получается что в принципе ощущение такое что вот вот только сейчас начинается жизнь просто тогда ты боролся непонятно что делал а сейчас ты просто начинаешь жить я работаю в государственной организации и должность у меня заместителя начальника конфликт произошел как раз таки с моим начальником из ничего совершенно и в этом конфликте то есть накручивалась 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 в итоге я сказала есть что я буду искать другую работу на что я не могла решиться на протяжении уже двух лет хотя это мое желание когда этот конфликт произошел обычно после таких вот каких-то ссор происходит такое опустошение бессилие очень тяжело себя вообще просто морально ощущать и физически даже это какая-то тяжесть и боль в этот раз так как я чувствовала что со мной сила и у меня появилось какое-то чувство что вот за то что происходит это сейчас не моя ответственность а это воля вот той высшей силы что так должно происходить что все это происходит именно потому что это нужно в первую очередь мне и у меня появилось облегчение мне просто стало легко что то что я делаю это не только мое решение а это решение свыше это решение именно высшей силы и она во всем помогает мне не просто там я совершаю какие-то поступки а что я их делаю правильно потому что меня это сила ведет мы сейчас должны уже останавливаться прошу вас поднимите руки кто замечает что в итоге этой работы домашней или может быть той работой которой мы здесь вели стала меняться ваша личностная ситуация вот кто это замечает очень интересно поднимите руки спасибо и так как вы можете заметить психология может быть очень простой и очень эффективный если мы знаем как устроены тонкие законы жизни если мы знаем как устроена личность наша работа становится очень быстрой и очень эффективной и вот собственно принцип всего этого тренинга вы сможете здесь замечать как очень легко даже будут сдвигаться какие-то ситуации которые вы тянете за собой уже многие многие годы и вы это уже можете обнаружить на самом деле поэтому если кто-то еще сомневается я хочу вам сказать что без включенности в эту программу то есть без проработки ее внутри вы не получите опыта если вы просто пытаетесь интеллектуально ее оценить на эти такой сторонний наблюдатель ну посмотрите просто на сцену здесь на ведущего на то как он машет руками и все но если вы заинтересованы в том чтобы стало реально изменяться ваша жизнь то просто откройтесь к этому материалу и впускайте его в сферу своего личного опыта и также в те промежутки между нашими встречами старайтесь прилагать усилия чтобы этот опыт утверждать в своей жизни а и так мы с вами в жизни как мы говорили это прошлый раз выбираем между двумя мировоззрениями между двумя представлениями о том кто я такой и каковы мои взаимоотношения с миром и если очень такими краткими и емкими понятиями обозначить вот эти два мировоззрения то то мы должны их назвать следующими словами вот эти первые медитации которые мы делали если вы вспоминаете прошлые наши встречи то это менталитет это менталитет дефицита то есть иначе говоря вы живете с этим глубинным представлением что не хватает чего-то не хватает чего-то в жизни понимаете нужно с кем-то драться чтобы это взять себе или у кого-то это отнимать или защищать то что я имею то есть это ситуация некой такой напряженности например в сфере денег это проявляется как страх за то что деньги исчезнут то есть я не знаю будут они у меня завтра или нет или я боюсь что я потеряю то что имею сейчас относительно работы это та же самая эмоция я держусь я осторожничаю я понимаю что я могу этого лишиться или скажем во взаимоотношениях семейных мужчина женщина это взаимные обвинения когда мы требуем от другого как он должен ко мне относиться понимаете то есть я чего-то не имею и я требую от него чтобы он так ко мне относился вот иначе говоря это вот это настроение глубинного дефицита я чего-то лишен мне чего-то не достает менталитет изобилия и так что же такое менталитет изобилия менталитет изобилия означает что вы внутри чувствуете вот эту полноту понимаете и эта полнота вы совершенно точно сказали она связана вот с этим ощущением что есть эта энергия любви и она идет в мою жизнь лично ко мне вот ощущение полноты оно берется отсюда и так высшая божественная энергия с которой я связан она дает вот это ощущение внутренней полноты и изобилия и все сразу же принципиально меняется в жизни потому что например если вы вспомните свой опыт относительно денег когда мы делали медитацию то что было многие из вас это рассказывали вы почувствовали что деньги приходят сами собой и их приходит столько сколько нужно и у меня нет страха что будет завтра понимаете просто вот это ощущение естественности просто вот эта энергия денег она приходит в мою жизнь и приходит ровно столько сколько мне нужно чтобы реализовывать себя в мире это нечто другое чем здесь который должен копить подозревать кого-то что он может меня лишить каких-то финансов бояться куда они денутся и так далее делать какие-то сберкнижки многочисленные или как там сегодня это называется расчетные счета в сфере отношений как проявляется менталитет изобилия это означает что вы уже внутренне чувствуете вот эту полноту понимаете вы связаны с высшим источником и поэтому в отношениях вы не ждете от другого что он должен что-то вам дать а когда он не дает вы начинаете устраивать ссору и конфликт выясняя отношения а что вы делаете в отношениях вы начинаете сами давать вы начинаете проявлять это отношение и самая поразительная вещь она не поразительная на самом деле а очень естественная когда другой человек встречает такое отношение к себе что он начинает делать он начинает сам включаться в этот же менталитет изобилия и начинает вам также давать вот между этими реальностями мы с вами выбираем понимаете между этими реальностями и я еще раз хочу обратить ваше внимание из чего собственно возникает менталитет дефицита вот это глубинное представление о самом себе и своих взаимоотношениях с мирозданием и из чего возникает менталитет изобилия я хочу вас вновь вернуть вот к этому исходному нашему пункту высшая истина то из чего исходит все мироздание все его законы и мы с вами являемся небольшими живыми существами вот эти вот маленькие я и мудрецы в древних трактатах описывают что есть вечная связь источника всего сущего со всеми живыми существами и эта связь это божественная энергия любви которая идет в жизнь каждого нужно научиться открываться вот к этой силе потому что когда вы к ней открываетесь вы будете находиться вот на этой платформе изобилия если же вы оторваны от высшего источника если в вашем мировоззрении есть система ценности оторванности вот этого одиночества то это менталитет дефицита это то что мы получаем и последнее что я добавлю здесь я хочу обратить ваше внимание на то как нужно медитировать вот на эту связь значит нужно медитировать на два качества абсолютной истины эти качества описаны в древних трактатах мудрецами итак первое качество на которое абсолютно истина на которое обращают внимание мудрецы когда они описывают эти некие тонкие законы жизни это полнота полнота возможностей понимаете это означает что высшее начало никогда не убывает оно никогда не становится меньше и вот в этом трактате Шри Шипанишат который мы с вами цитировали на первой встрече отдельная мантра посвящена описанию вот этого вот этого качества абсолютной истины ну ладно я не буду включать ом пурнам адах пурнам из высшего целого исходят все возможности но по мере того как они исходят полнота тем не менее сохраняется в высшем целом так мудрец формулирует вот эту характеристику так или иначе нужно медитировать на некое высшее начало которое исполнено всех возможностей и не убывает когда эти возможности из него исходят вот попробуйте это представить абсолютная полнота понимаете на самом деле то что я рассказываю сейчас и то что описано в древних трактатах на санскрите это сейчас понимают физики они понимают что есть некая антиматерия из которой зашел этот мир и когда они пытаются описать физически это они понимают что эта материя обладает другими свойствами это абсолютная полнота понимаете не убывающая но так или иначе вот медитируйте на это и второе качество которое мы с вами должны обозначить опять для того чтобы вот эту свою открытость к этим высшим энергиям более грамотно и более четко выбирать внутри себя итак второе качество это абсолютная любовь абсолютная любовь иначе говоря вот эти наши вечные отношения то есть вот эта энергия любви она всегда идет в нашу жизнь понимаете вот как христианство кстати говоря именно так объясняется вот эта история с одним из разбойников который был распят рядом с Иисусом что за несколько секунд до смерти он открылся к этой любви и он получил ее то есть иначе говоря что бы мы ни сделали вот это отношение абсолютной истины к нам все равно сохраняется вот то что нужно понимать то есть есть это вечное и постоянное руководство и забота и опека ровно настолько насколько вы будете работать с этим опытом ровно настолько вы будете его понимать поэтому просто работайте с этим а мы начинаем сегодняшнюю тему так сегодняшняя тема сегодня мы будем говорить о уроке судьбы что это такое и как грамотно с ними работать как они приходят в нашу жизнь как понимать их как извлекать опыт который они нам несут и как реально изменять эти ситуации да в начале нам нужно с вами разобрать вообще общий кармический механизм как все это происходит пожалуйста будьте внимательными потому что то что будет дано сегодня вы не найдете в книгах этого материала нет в современной литературе и так мы имеем некую исходную ситуацию есть я и в мою жизнь приходит какая-то проблема или то что мы назвали некий урок но это слишком такое глубокое конечно понимание в начале мы видим это как проблему и так какой-то другой человек может быть он оказывает некое такое агрессивное воздействие на нас ну просто напишем здесь агрессия ну не знаю не любит он нас манипулирует нами продвижение по карьере не дает или что-то еще или требует чтобы больше денег приносил ну по-разному это бывает не так важно в общем агрессивно к нам относятся и так это то что мы видим вот в жизни непосредственно вот этими своими глазами очень внимательными вот эта ситуация и больше ничего мы не видим мы видим что есть агрессия и вот ее источник другой имя фамилия домашний адрес но теперь давайте хорошо поймем а что стоит за этим как знаете есть сцена выступление артистов а есть кулисы есть репетиции есть знаете какие-то конфликты между актерами иногда они проявляются в том числе и в спектаклях а это все за сценой это все невидимо зрителям но тем не менее все то что происходит на сцене оно готовится за сценой за кулисами и даже есть режиссер всего этого спектакля вот поэтому давайте немножко приоткроем занавес мудрецы очень подробно описали эту кармическую ситуацию ради нашего блага они дают нам это знание когда-то раньше мы совершили некий поступок по отношению к какому-то человеку какой-то другой человек был в нашей жизни но этот другой это другой чем этот другой то есть этот другой один один это было раньше мы этого не помним но как устроен кармический механизм абсолютная истина высший источник мироздания и как мы с вами говорили она это высшее начало мироздания связано со всеми живыми существами вечными отношениями любви или как мы читали опять древний трактат тот кто с незапамятных времен исполняет желание каждого и так вы совершили некий агрессивный поступок по отношению вот к этой личности и скажите пожалуйста в самом общем случае когда вы совершаете какой-то такой поступок по отношению к другому в самом общем случае что он чувствует здесь обиду зло вы можете сказать желание отомстить но если все это свести в одну формулу то это примерно следующее тебе бы оказаться на моем месте разве это не так итак он испытывает конкретные желания здесь так что же мы должны сказать дальше здесь одинаковое отношение ко всем и здесь возникло конкретное желание поэтому с точки зрения высшего закона мироздания это желание будет просто исполняться вот это вот желание относительно вас конечно же и что же происходит возникает вот эта цепочка некая тонкая реакция так называют эти мудрецы и эта тонкая невидимая реакция она будет искать вот этого исполнителя и так через какое-то время эта реакция найдет этого исполнителя и через него просто вернется к вам это вот то что мы уже увидим вот собственно и все больше ничего нету если кто-то из вас читал какие-то восточные трактаты то скажите пожалуйста как изображается карма или судьба вот восточных трактатах как она изображается я не очень хороший художник но ради вашего блага постараюсь но это такая змея которая которая заглатывает свой собственный хвост и используется даже особое санскритское понятие колесо самсары да итак самсара колесо самсары ну вот оно и есть колесо мы все время заглатываем свой собственный хвост понимаете и все те проблемы которые приходят в нашу жизнь это хвост наших собственных поступков которые мы совершили раньше и этот мир в котором мы с вами живем это не что иное как некий обучающий класс в котором нам возвращается все то что мы делаем или в физике это формулирует как третий закон Ньютона сила действия равняется силе противодействия так это общая схема теперь нам нужно чуть-чуть больше конкретики здесь добавить чтобы у нас было больше возможностей перенести это на свой личный опыт поэтому я хочу кое-что пояснить значит первый момент очень важный состоит вот в чем когда кто-то агрессивно относится ко мне то первое в каком-то смысле естественная реакция это какая реакция реакция отторжения мы недовольны мы не согласны с тем что кто-то ко мне относится вот так в какое он имеет право вообще иначе говоря мы отталкиваем это мы сопротивляемся этому так что же опять произойдет на тонком плане если вы не принимаете эту ситуацию как свою собственную это означает что на тонком плане вы закладываете вот эту тенденцию сюда то есть вы буквально подпитываете этим своим отторжением вот это изначальный виток как бы и что произойдет для вас будет идти усиление этой ситуации усиление этой ситуации будет идти через этого человека потому что его уже используют и вы можете это замечать когда кто-то начинает так не сдвигается вообще но если уж вы совсем уперты то знаете возникнут еще несколько исполнителей которые к вам также будут это возвращать ну здесь поток-то усилился он уже понимаете тут такой поток уже который вы своим таким отношением здесь подпитываете все время что просто через этого он не может весь уже вылиться нужно еще нескольких найти и вот вас со всех сторон обкладывают и вы замечаете что уже разные люди к вам так относятся например проблема скажем унижение женщин то есть есть женщины которые в жизни постоянно имеют ситуации когда они сталкиваются с этой мужской агрессией какой-то насилие там и все такое а есть женщины которые никогда в такие ситуации не попадают с чем это связано итак если все время это насилие идет в вашу жизнь это означает что-то вы не принимаете это означает что вы сами совершили это насилие раньше и не хотите в этом признаться себе вот оно идет отсюда но так или иначе самые разные кармические ситуации вот они являются проявлением вот такой вещи у меня был один очень интересный случай шел тренинг в одном городе и после окончания вот этой темы ко мне подошла одна молодая женщина и стала спрашивать обычно люди все время подходят и начинают спрашивать я думаю что они спрашивают я же все рассказал что то же самое спрашивают ну в общем она стала спрашивать я развожусь с мужем сейчас и почему это происходит он хорошо ко мне относится и в принципе он нормальный мужик но как будто вот какое-то у меня нетерпение к нему просто вот я хочу развестись и все почему такая ситуация у меня есть и я просто знаю уже по своему опыту такому небольшому профессиональному что иногда нужно просто уметь держать паузу я просто смотрю на нее и ничего не говорю она говорит это видит что я не останавливаю видит что я молчу сама что-то замолкает как-то немножко погружается вглубь себя когда вот эти внешние эмоции уходят она чуть-чуть вглубь куда-то погружается и продолжает так уже интересно то что шесть лет назад он был женат и мы с ним познакомились он стал за мной ухаживать и точно так же как я сейчас отношусь к нему почему он относился тогда к своей жене она произносит эту фразу замолкает и у нее глаза начинают расширяться она вдруг понимает что происходит итак что происходит шесть лет назад он так поступил по отношению к другой личности и через шесть лет вот через нее к нему вернулась эта реакция эти интересные ее слова он нормальный в принципе человек почему я так к нему отношусь а потому что это не ее отношение а вот эта сила его судьбы через нее возвращается к нему так или иначе вот эти все негативные эпизоды это уроки судьбы помните эта фраза наши враги и наши болезни это наши лучшие учителя теперь мы должны конкретно и буквально понять смысл этой фразы мы ученики в этом мире а это вселенная большой обучающий класс но ровно настолько насколько мы учим эти уроки ровно настолько мы развиваемся как личности если же мы храним внутри себя эту позицию гордости и эгоизма никто не достоин ко мне так относиться почему они относятся ко мне так то просто мы будем иметь вот эти самые повторяющиеся проблемы и так вот эти вот две-три основные кармические ситуации которые мы тянем помните первое задание было на самой первой встрече вот они как образуются и пока вы не измените отношения здесь эти уроки раз за разом будут возвращаться у Лазарева есть один очень интересный пример в одной из книг послушайте эпизод который рассказывает Лазарев в одной из книг и так у него была программа в одном из городов и после программы он шел просто прогуливался такой отдых как бы немножко нужно сбросить это умственное напряжение темная аллея просто идет спокойно и боковым зрением видит как к нему начинает очень быстро приближаться какой-то человек это случай который написывает просто он не успевает даже повернуться как этот человек очень быстро к нему подходит и одним ударом просто сваливает его с ног и когда он падает он видит такие красные лампасы здесь он понимает что это милиционер вот падает очень больной удар очень такой точный выверенный технический удар очень болезненный но Лазарев очень интересный человек на самом деле он падает он крючится от боли и в книге он это описывает и первая мысль которая у него возникает это почему это случилось со мной что я сделал такого что этот эпизод сейчас произошел обратите внимание это нечто иное чем негодяй вот даже милиционер ну про себя хотя бы скажу это то есть это то что мы обычно делаем в жизни когда мы сразу обвиняем вот эту сторону она источник проблемы нет он знает как работает судьба и поэтому внутренний вопрос что я сделал такое что привлекло эту ситуацию мысленный вопрос и моментальный сразу ответ просто есть хороший накопленный такой духовный опыт моментально картинка вот этой программы которую он вел просто несколько кадров и он в несколько секунд понимает что произошло он понимает что он просто гордился на этой программе он манипулировал людьми он давил на них он был недоволен что они не понимают его он проявлял это агрессивное отношение бывает знаете такая гордость зашкалит и он тут же осознает что вот точно так же как он относился к другим как бы ставя себя выше их сразу же в его жизнь пришел человек который себя поставил выше его понимаете но что интересно и что важно очень понять он начинает диагностировать уже этого человека и он обнаруживает что у этого человека есть некая такая завышенная агрессивность понимаете то есть судьба в качестве исполнителя не выбирает любого а выбирает того у кого есть соответствующие качества чтобы вернуть вам вашу ситуацию поэтому если кто-то в процессе моего объяснения подумал так я же оказывается не виноват что я так к нему отношусь оказывается это его проблема полностью я же оказывается просто даже и хорошие вещи для него делаю что ему его уроки возвращаю это же даже приятно быть в роли учителя враги лучшие учителя так я оказывается гуру по отношению к нему так вот если кто-то из вас подумал так я хочу вам сказать если вы оказались в этой ситуации то вот эта тонкая сила судьбы вас нашла потому что у вас есть что-то что может действовать какие-то негативные качества через которые вот это может вернуться и когда это происходит я хочу чуть-чуть продолжить то есть когда вы начинаете так к нему вот вы это уже здесь начинаете вот так к нему относиться агрессивно знаете тут одна интересная вещь произойдет понимаете вот это есть же поэтому ну уж простите эта реакция пошла искать вас и в какой-то момент она отсюда придет к вам через какого-то другого человека другой три вот эти кольца судьбы в которых мы с вами живем или кандалы судьбы поэтому если вы хотите разорвать вот эти вечные круги давайте с вами задумаемся а как же это сделать итак сейчас мы с вами просто описали механизм судьбы как он действует причем описали очень интересно я прошу обратить ваше внимание мы описали его с платформы абсолютной божественной любви ко всем но это отдельная большая тема немножко даже философская мы не будем здесь ее слишком раскручивать давайте сейчас больше говорить об уроках судьбы как их решать итак это механика это схема а теперь методика итак у этой методики будет несколько шагов постарайтесь освоить их для нас это чрезвычайно важный опыт первый шаг он самый важный и как вам кажется что это за шаг что мы должны сделать с самого начала вот эта вся ситуация она ваша собственная понимаете не он создает проблему а это моя ситуация и через него ко мне просто возвращается мой собственный урок итак это самый первый шаг с которого все начинается давайте его запишем запишем итак принятие это моя ситуация и более того и более того я на самом деле даже должен быть благодарен этому человеку потому что через него для меня становится видимой и осязаемой моя проблема понимаете без него бы она не была бы реальной она где-то там внутри она просто разрушает мое здоровье да это так потому что любые болезни физического тела они связаны с какими-то негативными качествами которые мы храним в себе если вас эта тема интересует больше то можно посмотреть в моей книге таблицу связи болезней с тонкими кармическими причинами еще раз любые негативные качества это дисгармония с точки зрения законов вселенной и через это вы разрушаете свое физическое тело и когда другой человек вам что-то возвращает он буквально делает явным для вас этот материал и немножко подталкивает вас к тому чтобы работать таким образом вселенная подталкивает вас работать с собой ну в общем давайте сейчас поработаем с этим шагом принятия каждый может взять какой-то свой опыт любая какая-то проблемная ситуация которая реально сейчас есть в вашей жизни возьмите любую проблемную сложную ситуацию которая вас реально беспокоит вот внутри это работа внутри просто я буду все говорить старайтесь быть концентрированными и просто делайте то что будет говориться это можно делать с открытыми глазами или с закрытыми как лично вам удобно и так пожалуйста вспомните какого-то человека который очень любит вас просто вот это отношение от него идет к вам и вы это чувствуете вот это очень позитивное отношение к себе со стороны этой личности это может быть ребенок или взрослый человек деловой партнер или близкий родственник не так важно но от него вы чувствуете эту энергию любви по отношению к себе и так буквально ощущаете сейчас полнее и полнее вот это чувство которое от него идет к вам а сейчас так же подумайте что вы так же к кому-то относитесь и вы даете кому-то такое же чувство и так ощутите внутри себя как из вас по отношению к кому-то идет вот этот поток любви и дайте ему раскрываться все больше пусть он все больше раскрывается и все больше от вас идет какой-то другой личности и сейчас продолжая это ощущать представьте как вместо этой личности окажется та самая ситуация и по отношению к ней от вас идет этот поток любви просто представьте это отодвиньте свой разум в сторону любые оценки это просто опыт чувств просто сфера воображения как этот же поток любви этого положительного заряда идет по отношению к этой проблемной ситуации и где-то внутри себя вы можете просто помнить что эта ситуация это обучение вас и поэтому вы можете испытывать еще большее чувство вот этой благодарности и любви по отношению к ней вас чему-то учит вселенная в этом эпизоде и вы с благодарностью принимаете ее урок так пожалуйста постепенно возвращайтесь и открывайте глаза хочу вас попросить рассказать сейчас что изменилось у вас внутри когда вы так работали с собой ну пожалуйста кто-то представьте свой опыт когда я вошла в ситуацию не очень комфортную для себя которая присутствовала может быть сейчас она немножечко еще так дает о себе знать прошлого то вот здесь в загруденной области появляется такое тяжесть это страх так называемый когда ты это чувствуешь ты диагностируешь что это страх такое как скованность в области средостения но когда ты начинаешь медитировать на это и ты заполняешь это любовью и ты чувствуешь как ты начинаешь глубже дышать и вот эта медитация это страх он куда-то уходит и вместо этого появляется легкость и ты начинаешь очень комфортно себя чувствовать это страх он растворяется и действительно это страх он переходит в любовь Вот ту любовь, которая идет, и она заполняет тебя изнутри, и ты это передаешь людям, тому человеку, на которого ты... То есть вот эта проблема, которую вы описывали, сколько времени она у вас в жизни уже? Эта проблема, она периодически решается, но иногда она стопорится. То есть достаточно долгий уже. И сейчас вы испытали это чувство ее такого изменения, что ли? Да, она периодически меняется. Периодически я ее принимаю, но потом наступает какой-то момент, то есть я не до конца могу справиться с этим. Итак, еще раз обратите внимание, сейчас вам был дан конкретный метод, как с этим работать. Не просто ждать, что будет само меняться. Итак, очень важна вот эта позиция ученика, это некая проактивная позиция, понимаете? Это некая позиция, иначе говоря, на которую мы должны настраиваться. Не просто ждать, что это само собой будет. Мы сознательно на нее настраиваемся. Мы преодолеваем вот эту позицию агрессии, отторжения, позицию гордости, иначе говоря. Очень важно сознательно настраиваться на другую позицию. Хорошо, спасибо. Вот предыдущая история очень качественно изобразила, можно сказать, и мою жизненную позицию, ситуацию. Единственное, что я в данный момент не справился все-таки окончательно с этим человеком, которого представил себя. То есть была конфликтная ситуация, мне удалось избежать накала. Ну, в общем, и сложилось впечатление у окружающих, что это проявление слабости, понимаете? И теперь снова возвращаться в ту, ну, скажем, среду, в которой ко мне такое отношение. Я вроде был бы готов уже, понимаете? Но в этот момент, вот я сейчас представил себе реально, ну, глаза этого человека абсолютно бессмысленные и непробиваемые. Никакого добра ему, ничего. Наверное, вот удар в челюсть или в нос. А мне не хочется этого, понимаете? Вот как быть? Как быть в этой ситуации? Но эмоционально что-то изменилось у вас сейчас, когда вы... Естественно. Окей, ну вот... Я только об этом и думаю все время. Окей. Ну, что касается ударов в челюсть, это особая тема. Опять ближе к концу тренинга мы сможем подойти уже к этим таким серьезным темам. Вот. Сейчас я просто могу сказать, что иногда это оправдано, понимаете? Потому что если идет какая-то агрессия, иногда она может быть остановлена только так. Но что самое важное, чтобы не возникла эта цепочка обратной связи к вам, не делайте это с агрессией в своем сердце. Потому что, например, родители иногда шлепают ребенка, чтобы остановить его. Ради его блага он проявляет агрессию внешне. Но внутренне с каким мотивом он это делает? Чтобы помочь ему. Понимаете? То есть именно так нужно проявлять агрессию, и никак иначе. Но опять, это большая тема, мы там, может быть, еще поговорим о ней. Ну, а так иначе, спасибо вам за ваш опыт. Пожалуйста, кто-то еще? Это началось, вот эта вот ситуация, она идет как бы давно, но я ее начала прорабатывать, наверное, еще все-таки год назад, когда вы приезжали, мне дали диск. Я послушала всего вот самую первую лекцию. И вот с этого пошла работа, где объясняла, что 2-3 ситуации в жизни, которые мы ступорим. Прошлый год я нашла эти ситуации. В этом году, когда было это домашнее задание, я сознательно пыталась их найти, но почему-то вот у меня не получалось. И единственное, к чему я всегда приходила, что мой ступор возникает тогда, когда я прекращаю служить другим и пытаюсь других заставить служить себе. То есть, когда вылазит мой эгоизм. И сейчас, когда вот шел вот этот тренинг, я представляла моего ребенка, от которого я получаю максимум любви, ну самого маленького. И второе было задание представить вот эту вот сложную ситуацию и отдавать любовь тому человеку. Я реально представила, как идет любовь ко мне. Но когда пошла вторая очередь, любовь нужно отдавать. Мой разум тут же начинает, мой ум тут же начинает стопорить, потому что я знаю, что сейчас будут слова. А сейчас отдайте любовь тому, кому вот у вас идет какая-то агрессия. Я уже понимаю, что ее нужно отдавать, иначе я не сдвину эту ситуацию. Но в моем вот внутри этот ступор идет, но как, а я, а я, а я, я хочу только мне, я хочу только себе. И когда вот на это смотришь со стороны уже, то есть вот эта ситуация идет, борьба в себе между собой, сама между собой, и при этом начинаешь смотреть, как бы сверху на это, уже идет улыбка. Это такой детский лепет. На самом деле, это же такой детский лепет, когда только я, мне, а туда мне жалко. То есть сейчас произошло вот это переключение. Да, я смогла переключиться, пусть не до конца, но я уже поняла, что когда я вот не отдаю туда, идет проблема. Окей, очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, аплодируйте. Пожалуйста, поднимите руку сейчас, кто в результате этой работы почувствовал, что изменилось ваше отношение к этой проблемной ситуации. Так просто поднимите руку, кто... Да, спасибо. Так или иначе, пожалуйста, возьмите в свой арсенал вот эту методику. Мы сделаем сейчас еще одну технику на освоение вот этой позиции принятия. Она самая важная. С нее все начинается. Итак, пожалуйста, возьмите, вспомните, найдите в своей памяти какого-то проблемного человека, от которого по отношению к вам идет какая-то проблема, ну, агрессия там или что-то, ну, в общем, проблема, исходящая от другого к вам. Найдите такого человека в своей памяти. Сейчас, прежде чем мы начнем делать методику, мне нужно кое-что объяснить. Если кто-то из вас занимался спортом, ну, если даже не занимался, вы легко поймете, то, о чем будет идти речь. Допустим, вы учитесь большому теннису. Это модный спорт, модный вид спорта сегодня, большой теннис. Туда-сюда стучать мячиком. У вас есть тренер, и вы оплачиваете часы на корте, чтобы этот тренер тренировал вас. И вы не умеете отбивать удар слева. Это всегда чуть сложнее, чем справа. Тянуться нужно, понимаете, как-то неудобно. Не умеете отбивать. У вас нет этой квалификации. Ну, какие-то мышцы не развились, координации не хватает. Скажите, пожалуйста, что будет делать тренер в этой ситуации? Хороший тренер. Он будет все время посылать мяч в левый угол корта. Разве не так? Зачем? Чтобы вы оттренировали этот навык. И вот скажите, пожалуйста, когда там на корте, когда этот мяч все время летит в левый угол, вы что, всякий раз, когда вы это видите, вы проклинаете его? Он негодяй вообще, как он смеет ко мне так относиться тут? У вас есть такое отношение? Вы же деньги ему платите за это. Неужели же за свои деньги вы будете сами себя еще и обвинять? Конечно, этого нет. То есть вы понимаете, что это ваш тренер. Или есть такое понятие спарринг-партнер. Спарринг, то есть вдвоем. Вы в паре. Партнер, это означает, что он создает для вас пару, чтобы давать вам какой-то важный опыт. Спарринг-партнер. Или в боксе, скажем, можно взять. Если это бокс, то, допустим, если вы не умеете отбивать, как бы ставить защиту вот против удара снизу, то что будет делать ваш спарринг-партнер? Он все время у вас снизу, знаете, будет здесь стучать по челюстям. Это к челюстям возвращаемся. Но опять, заметьте, ради вашего блага, как бы не парадоксально, он тренирует вас, чтобы вы научились ставить защиту и здесь, развили какие-то качества, какую-то квалификацию. Понимаете идею? Так вот, все вот эти люди замечательные, это кармический спарринг-партнеры ваши, которые, понимаете, выходят на корт, чтобы тренировать вас. Вот мы немного обсудили эту тему, а теперь давайте сделаем одну методику. Пожалуйста, тоже с закрытыми глазами или с открытыми, как вам удобно, внимательно настройтесь и просто вспомните этого человека. Сразу какое-то негативное чувство может к нему родиться. фраза, но как только вы его вспомните, сразу пойдет титрами внизу фраза. Смотрите на него и видите эту фразу. Это мой кармический спарринг-партнер. И даже какой-то голос диктора за кадром может ее озвучивать. Пожалуйста, наблюдайте этого человека. Может быть, вы даже будете видеть, как он негативно относится к вам, но при этом титрами идет все время бегущей строкой эта фраза. Это мой кармический спарринг-партнер. Неожиданно появляется еще какой-то проблемный человек, который также как-то плохо к вам относится. Вы можете его вспомнить неожиданно. И тут же, как только вы видите его, сразу и бежит эта фраза. О! И еще один. Кармический спарринг-партнер. И так появляется третий человек, который также негативно относится к вам. И сразу фраза. О! Еще один. Мой кармический спарринг-партнер. Пожалуйста, возвращайтесь. Хочу вас спросить, рассказать свой опыт сейчас. Так, пожалуйста. Если можно, микрофон. Что изменилось в вашем отношении к этим удивительным личностям, когда таким образом вы думали о них? Вы знаете, первых двух я вспомнила довольно-таки быстро, а вот третьего уже с трудом. И я поняла, что я достаточно счастливый человек, потому что не так уж много у меня этих спарринг-партнеров. Вот, так что все нормально. Меня окружают... Поближе микрофон. ...окружают люди, их не так много, у которых у меня с ними конфликтные ситуации, и поведение, которых бы я хотела изменить, и свое восприятие к ним. И вот сейчас я их представила, но у меня нет никакой абсолютно к ним злобы, негатива и так далее, и тому подобное. Я не знаю, может, это ненормально? Конечно, ненормально. Нормально Лиза так не относится. Вот то, что я почувствовала. Когда предложили представить конфликтных людей, как бы у меня таких нет. Я понимаю, что все они учителя, но надо же представить. Я представляю этих учителей своих по жизни. Но когда вот эта вот фраза красной строкой, что это твой спарринг-контроль, партнер, то у меня такой просто вообще истерический смех, что это просто даже смешно. Даже как бы вот те уроки, которые они мне дают в жизни, даже, ну, просто смешные уроки для меня получаются. И ситуация эта для меня просто смешная оказалась. Многие открыли глаза с улыбкой, на самом деле, в зале. Но возникает, ну, я думаю, у многих такой, как бы, ну, вопрос, в общем-то. Многие же, как бы, по отношению к этим спарринг-партнерам поступали положительно, но получали отрицательную реакцию. И один, и второй, и третий, сколько там было партнеров. Возникает такой закономерный вопрос, а почему? Ну, как бы, ну, хорошие поступки порождают хорошие. Понятно, что не факт от этих людей, но я думаю, многие натыкались, что одинаково. То есть вы сейчас вопрос задаете все-таки? Ну, да. Все-таки вы умудрились это сделать. Какой опыт-то вы получили сейчас? Ну, наверное, чему-то учат. Может, линия поведения была? Тут положительные поступки были, может, навязаны этим людям, нужны были, я не знаю. То есть такая мысль появилась, может быть, чему-то учат? Ну, учат. Ну, да, неплохо. Первая мысль такая. Так или иначе, это вот еще одна методика, которую вы можете также использовать для того, чтобы усиливать вот эту платформу принятия у себя. Еще, еще раз хочу повторить. Вот эту платформу принятия, ее нужно усилие, чтобы в себе ее восстанавливать, понимаете? Потому что вот это эго и гордость, которые у нас есть, они будут все время разрушать вот этот механизм принятия. Все время нужно сознательно к этому возвращаться. И я дал сейчас две методики конкретные, две модели, при помощи которых вы можете иметь эту концентрацию. И так нужно работать с собой, а не просто терпеть какие-то удары. Этот шаг принятия самый важный, потому что все начинается с него. Здесь вы находите вот эту позицию ученика, вы принимаете ее. И эта позиция, я хочу обратить ваше внимание, она не ментальная. типа, я ученик, он меня учит, но все равно негодяй. Эта позиция эмоциональная, понимаете? То есть, эмоционально вы относитесь так. Вы принимаете эмоционально эту ситуацию как свою собственную, а не просто в уме, в каком-то философском, отдаленном. Но, скажем, в разных религиозных традициях, в том же православии, например, как эта платформа называется? Покаяние. Если я говорить так более глубоко. И это основа, например, православной культуры духовной. Так или иначе, очень важно, что такое покаяние? Покаяние – это не какая-то схема мыслительная, это конкретное чувство, которое пронизывает себя, понимаете? От кончиков, от стоп до самой макушки. Вот эта эмоция. И лишь отсюда начинается изменение. Понимаете? Отсюда начинается учеба. Поэтому стремитесь к чувству, а не просто какой-то ментальной схеме. Один человек у меня, такой молодой парень, на одном тренинге поднял руку так и спросил. Вот у меня в жизни такая ситуация. Есть люди, которые все время, через которые я лишаюсь денег. То есть, как-то вот все время они приходят, то там кто-то, то есть, даю кому-то в долг, он не отдает, то там бизнес вместе начинаем, он не отдает. И я их всех прощаю. То есть, я вообще к нему отношусь. Ну ладно, взял и ладно. Но почему их все больше и больше таких людей становится? Вы могли заметить, что прямо сейчас здесь, что многие ситуации будут уже меняться, просто когда вы делаете этот первый шаг. И вы это заметили сейчас. Мы больше пока ничего не делали. Но иногда, знаете, нужно задуматься дальше. А урок-то какой? Чему меня учат? А то, да, я нормально к нему отношусь, но почему их больше все становится? Да потому что урок надо выучить, наконец, а то будет еще больше их. Поэтому мы идем с вами сейчас дальше. Следующие шаги этой методики. Мы освоили немного только первый шаг. И нас интересует углубление дальше. Нас интересует сейчас понимание, как осознавать уроки судьбы, буквально их конкретный смысл. Итак, мы с вами знакомимся с еще одним древним санскритским трактатом, материал, которого мы возьмем для нашей работы. Итак, Бхагавадгита, текст, записанный мудрецом в Ясадевы пять тысяч лет назад. Мы откроем одно очень глубокое место в этом трактате, место, которое очень важно для нашей работы. Это место, где описывается природа личности. И в Бхагавадгите идет описание, что природа личности состоит из двух реальностей. Это высшая природа, и это низшая природа. Мы с вами являемся сочетанием этих двух сил. Пожалуйста, сейчас в начале, прежде чем мы будем объяснять все эти шаги, просто давайте зафиксируем. Качество высшей природы. Вы можете записать. Я буду просто читать, записывайтесь. Старайтесь это делать быстрее, чтобы мы не слишком много времени на это потратили. Итак, качество высшей природы. Бесстрашие, чистота сознания, развитие духовного знания, благотворительность, самообладание, изучение духовных текстов, совершение аскез, простота, ненасилия, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречения, спокойствие, отсутствие стремления искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость или доброта, скромность, решимость, целеустремленность, все прощения, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремление к почестям. Стремление к почестям. Итак, это все качество высшей природы или божественной природы внутри нас. Качество низшей природы, пожалуйста, запишите. У меня просьба, пожалуйста, фиксируйте все, потому что материал, это материал, который нам будет нужен в этой методике. Вы с ним будете работать сейчас. Качество низшей природы. Их меньше, но за то, какие. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество, зависть, жадность, лицемерие, чувство ложного престижа. Итак, это качество низшей природы внутри нас. Мы с вами зафиксировали это сейчас на бумаге. Мы сделаем сейчас одно упражнение. Она необходима нам для того, чтобы у нас было более глубокое понимание, как две эти природы действуют внутри нас. И так, пожалуйста, просто сядьте, как-то удобно для себя. Что мы сейчас делаем? Я просто читаю различные качества. Ваша задача просто представлять, как будто они у вас есть. То есть, это просто сфера воображения. Просто воображайте, что они у вас есть. Вот просто ощущайте энергию этих качеств в себе. Хорошо? Итак, вначале... Итак, это очень важная работа. Пожалуйста, сделайте сейчас очень хорошо. Просто подключитесь как-то вот и представьте хорошо, что вот эти различные качества, они у вас так явно проявлены. Вначале мы берем набор низших качеств. Еще раз, даже если у вас их нету, мы работаем сейчас со сферой воображения, чтобы оценить некие перспективы всей этой ситуации. Итак, качество низшей природы. Гордость. Буквально ощутить в себе эту энергию. Гордость. Жадность. Просто ощущайте это качество. Зависть. Тщеславие. Высокомерие. И так мы останавливаемся. Второй набор. Качество высшей природы. Так же я их называю. И просто представляйте, что они у вас есть, даже если их нету. Мы работаем со сферой воображения. Бесстрашие. Спокойствие. Спокойствие. Благотворительность. Мягкость или доброта. Благотворительность. Решимость. Стойкость. Все прощения. Так, пожалуйста, останавливайтесь. И давайте проведем некоторый анализ небольшой. Расскажите, что вы почувствовали вот в случае этого первого набора низших качеств. И что вы почувствовали в случае второго набора? И я прошу вас описать это очень конкретно. На уровне просто физических каких-то терминов. Что вы почувствовали внутри? Вот это вот ощущение сами. Да, пожалуйста. Было такое ощущение, что меня изнутри аж распирает и причем не очень приятное. Как бы я на всех смотрела всегда свысока и это было ощущение такой какой-то грубости такой вот. То есть изнутри это ощущение распирания такого, такое давление изнутри. Оно прямо вот распирало и хотелось всех просто задавить вот этим вот. А когда второе, вторые качества были, то сразу появляется во-первых связь с Божественным и во-вторых все вот эти эмоции, когда я их пыталась пережить, они идут взаимообменом. То есть когда я вот эту эмоцию переживаю какую-то хорошую, такое тепло разливается, так приятно и при этом я сразу чувствую, что идет отдача от других. То есть так же к вам возвращается эта энергия. Хорошо, спасибо. Да, еще. Когда я представилась вот качество низшей природы, то появилось напряжение, а выше спокойствие и умиротворенность. Напряжение где, в каких частях тела? Насколько сильное? Вы знаете, скорее всего в грудной клетке. Вот здесь давление какое-то? Да, да, да. Не давление, а вот именно напряжение. Напряжение, хорошо. Напряжение. Хорошо. А во втором случае что? Спокойствие и умиротворение. Ощущение спокойствия и умиротворения. Расслабленность, спокойствие и умиротворение. Да, хорошо, спасибо. В первом случае, вот если говорить конкретно, работала сердечная чакра, да? То есть сначала, если это низшие были качества, то это ну можно сравнить вот с какими-то такими иголками, которые воздаются в сердце. Может быть даже вот какое-то сжатие вот именно внутри. А что касается второго случая, когда проявлялись высшие качества, то наоборот это раскрепощение полностью энергии, выброс энергетики, выход света, желание дарить добро, нести это в окружающий мир и ощущение вот этой полноты мира и связи с этим миром. И своей свободой в нем. Своей свободой внутренней, да. Окей, спасибо. В первом случае было такое чувство как отгороженность от мира, да, вот гордость и такое вот сужение потенциала личности. Вроде все есть, но ты один, ты гордишься и все, вот такой забор вокруг тебя. А второй это как возвращение в мир, расширение, именно возвращение к людям и ощущение себя уже частью чего-то. Вот и вот этот вот поток и ощущение себя как опять же там сужение личности, а здесь расширение себя как личности и расширение вот именно своих возможностей. А там все сузилось. Окей, ну я прошу прощения, что может быть не все могут говорить, но у нас какие-то параметры времени тоже задают некий график. Хочу просто чуть-чуть прокомментировать ваш опыт сейчас. Ну, кстати говоря, прежде чем я буду комментировать, чтобы не сбивать опять ваш опыт, я хочу вас попросить сейчас ответить на мой вопрос с поднятием руки. Поднимите руку, тот, кому больше понравился первый опыт. Ну, просто по внутренним ощущениям. Спасибо. Нет, нет, честно, честно, мы работаем честно. И поднимите руку, кому больше понравился вот опыт вторых качеств. Хорошо, спасибо. Теперь мой небольшой комментарий. Во-первых, я признателен за честность, то есть у меня просьба, давайте честно работать, а не просто играть здесь в какие-то игры. В первом случае, хотите вы того или нету, идет очень глубокое разрушение личности. И вы могли это буквально сейчас почувствовать. Я хочу вернуть вам то, что вы сказали. Ощущение иголок, вонзающихся в сердце, ощущение потери энергетики и слабости, ощущение такого исчезновения личности, как будто я исчезаю в точку, просто сжимаюсь и исчезаю в точку. Ощущение давления какого-то, ощущение то, что вы не говорили, но в разных аудиториях люди тоже это произносят, такой, знаете, как бы такой скалупы, в которой я нахожусь, буквально от которой меня покрывает. Так или иначе, это все описание процессов внутреннего личностного разрушения. Вы можете это просто услышать вот через эти термины. И что такое второй опыт? Какой опыт несут эти вторые качества? Это опыт целостной личности. Я просто хочу вам вернуть то, что вы рассказывали. Итак, это ощущение расширяющегося света, это ощущение внутренней энергии, это ощущение спокойствия, целостности, полноты и свободы. Это ощущение открытости к миру и открытого взаимодействия с ним, понимаете, вот такого обмена просто. Причем обмена, в который я вступаю с каким-то чувством радости. Это буквально ситуация раскрытия внутреннего потенциала различных качеств, которые я свободно проявляю. Вот, что, собственно, дают с точки зрения внутреннего плана, его диагностики вторые качества. Поэтому имейте, пожалуйста, ввиду, но уж а что вы будете делать в жизни, это уж ваш выбор. Что мне сейчас хотелось, это обратить ваше внимание вот на что. Иногда в жизни мы считаем, что цель оправдывает средства. Есть я, есть то, что я хочу получить. и если мне это нужно, то не так важно при помощи чего я этого добьюсь. Потому что это моя цель. Но я просто хочу обратить ваше внимание на маленькую мелочь, что если вы вот этот путь делаете при помощи низших качеств, то вы достигаете эту цель. И вы знаете по жизни, что это так, что можно добиться. Но при этом вот это равно разрушению личности. это та формула, которую вы получаете. Вы получаете успех и получаете разрушение личности. Вот два результаты, которые вы имеете. В случае, если вы ту же самую цель достигаете при помощи высших качеств, то помимо этой цели вы получаете еще созидание личности. ну вот собственно между вот этими двумя формулами жизни мы собственно с вами выбираем, что нас интересует. Если уж вернуться к тем целям, о котором мы с вами говорили на первой нашей встрече, у нас есть две цели. Первая цель успех, вот она цель, результат конкретный, но второе это счастье. Так вот в случае этой дороги вы получаете успех, но счастьем уж простите. Личность разрушается, это внутренняя дисгармония, которую вы сами создаете у себя этим путем. В этом случае вы достигаете цели и одновременно личность созидается. То есть вот все то, что было описано, раскрытие энергетики, потенциала, гармония, целостность, это ну что выберите это решайте сами. Это чуть сложнее, потому что мир не так прост. В мире слишком много сейчас всего низшего, этим путем идти сложнее, но результат, который можно получить чуть-чуть повыше. хорошо. Почему мы с вами у нас есть этот стереотип, что цель оправдывает средства? Если мне нужно, то я могу добиться. И по одной простой причине. Когда есть цель, когда есть цель, и мое сознание сосредоточено на ней, и я иду к ней низшими качествами, я просто не замечаю, что при этом происходит во мне. Сознание, понимаете, там, на достижении результата. но вот что мне сейчас хотелось сделать вот в этой нашей небольшом работе, мне хотелось обратить ваше внимание, что происходит внутри, когда эти качества, я позволяю им быть во мне. И вот мы сделали просто эту небольшую диагностику. Имейте это ввиду. Мы возвращаемся вот к этой самой методике. Итак, второй шаг. Второй шаг анализ негативного урока. вам нужно очень хорошо понять, на какие негативные качества внутри вас указывает вот эта проблемная ситуация. Еще и еще раз. Проблемная негативная ситуация, которая приходит в вашу жизнь, это возвращение к вам каких-то ваших негативных качеств. Поэтому ваша задача на уровне второго шага это сделать этот внутренний анализ. На какие низшие качества эта ситуация указывает внутри вас. Вот собственно, что мы делаем здесь. И соответственно, среди какого набора вы ищете подобие? это низшие качества, верно? Вселенная обучающий механизм. И есть эта высшая божественная любовь, которая идет к каждой личности, к каждому живому существу. Поэтому если вы проявляете в своей жизни, в своем поведении низшие качества, то вот эта божественная любовь, она будет возвращать вам это, понимаете, в виде проблемной ситуации. Зачем? Потому что если эти качества вы сохраняете в себе, вы тем самым деградируете как личность, вы встаете на путь разрушения своего я. В данном случае это забота вселенной о вас, вернуть вам это, указать вам, дать вам этот урок. Итак, второй шаг, мы начинаем замечать этот урок, то, какой он есть внутри. И наконец, третий шаг, как вам кажется, что это? Итак, это анализ позитивного урока. Что это означает, как вы это понимаете? Здесь мы поняли, какие низшие качества, а здесь это то, какие высшие качества вам нужно развить. Понимаете? И вот эта ситуация, она указывает на это слабое ваше место. В противовес тем низшим, какие высшие нужно развить здесь. Итак, еще раз, это забота вселенского механизма о вас. Она подталкивает вас к эволюции, к личностному росту. Потому что все высшие качества, и мы с вами могли сейчас это продиагностировать, это именно раскрытие потенциала личности. Это конкретное указание этой проблемы, которая присутствует в вашей жизни, что вы должны развиваться как личность в этом позитивном ключе. Это третий шаг, который вы делаете. И наконец, четвертый шаг. Что это такое? Конечно. Иначе говоря, это поступок. Мало просто понять. Нужно еще реально в жизни контролировать проявление вот этих качеств и совершать усилия настраивать себя на проявление высших качеств. Это поступки, которые вы совершаете, чтобы реально выучить все эти уроки судьбы. Ну, вот, собственно, и все. Какие у вас вопросы? Что вы хотели бы уточнить? Пожалуйста. Правильно ли я понял, что в вашей методике подразумевает все-таки деление качеств человека на, скажем, некие положительные и отрицательные? И положительные мы должны усиливать, а отрицательные как-то от них избавляться? Ну, первое, что я хочу сказать, это не моя методика. Я уже говорил в самом начале, что здесь мы работаем с материалом, который оставили нам мудрецы. То есть, моя задача просто дать его в той форме, в той предельно конкретной практичной форме, чтобы вы могли это использовать. И дальше, что я хочу сказать, что вообще нельзя эти качества оценивать как позитивные и негативные. Это не совсем правильно. Высшие и низшие, обратите внимание, это более безоценочно. Потому что на самом деле у нас есть свобода выбора. Это наше неотъемлемое свойство вообще, свобода выбора. Поэтому, когда вы говорите положительное и отрицательное, это оценка. Это сразу не совсем точно с точки зрения того, как устроено мироздание и то, какое наше положение здесь. Высшие и низшие. Высшие почему? Потому что, когда эти качества у вас развиты, раскрывается... Удачи! Удачи!